Мы с леской живу, порождая мечты И фон горячих огонь, себя открыла мне ты Нежный яркий цветок, нетронутый как дитя Наивная на любовь, солнечная вся Малина высока, стекает по стене И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Никита И сегодня у нас посылочка с очередными тюняшками для моей ремо-хобби Rocket Что ж, давайте-ка ее откроем, вот она с сайта mickey.ru Давайте-ка ее откроем и посмотрим, что же там внутри пришло Вот, как вы видите, пришли капролоновые рычаги для нее Вот Провал он вещь Твердый пластик эластичный, который, я надеюсь, не сломается Пришел дифференциал Подшипничка отвалился у него Без чашки заказал, вот раз мне нужно чашки, нет смысла переплачивать Потому что мой дифференциал восьмеркой стал И так вот, тяги Такие вот регулируемые Тоже, типа, пластик с алюминием И вот такие вот фары, стадиоды, которые будут с пульта работать Так, все это мне обошлось в 2440 рублей Это с счетом доставки Ну что ж, давайте-ка откроем и так вот уже детально рассмотрим все эти детали Так вот, тяги наши Ну заказал там наперед-назад, либо там две наперед поставить, типа на рулевую и на развал Скорее всего поставлю, типа на развал только На рулевую и ставить не буду То есть вперед-назад поставлю Можно было и шутника же заказать комплект Так, дифференциал пока открывать не буду Так, и вот рычаги Красные мои, я уже получается три раза взломал Поэтому я решил в этот раз заказать капролоновые Вот такие вот у них структуры Красивенькие, такие яркие тоже Так вот Вот Ну да, прям чувствуется, что они это Такие Крепкие воли Свою ремохобби я уже разобрал Давайте, когда я все это установлю Я уже покажу вам итоговый результат Так, ну вот, я с горем до пополам Да, собрал свое ремохобби Поставил новые запчасти туда Как вы можете видеть, поставил обратно корпус рокета Чтобы примерить задний бампер В общем, это попозже Так, ну вот Есть у меня две новости Одна хорошая, другая плохая Давайте начнем с хорошей Поставил вот капролоновые рычаги То есть вот они такие синенькие, красивенькие Так вот они смотрятся Прикольненько, интересненько Необычно Потому что я привык уже красные видеть И прикольное сочетание То, что вот это То есть здесь Капролон, а здесь красненький Так, ну и вот поставил тяги тоже Получается Вот Здесь они у меня стоят И вот на задней поставил На задней вообще поставил То, что это Болты не подходили Потому что это рулевые А я хотел вообще на все поменять Получается, которые болты я заказывал Получается, вот болты, которые вот Сервопривод держат Я вот этими болтами закрутил Вот назад тяги Тоже развал стереально регулируется Только он регулируется, когда Сняли тяги То есть Не на ходу Надо хотя бы с одной стороны открутить Тогда его можно будет срегулировать Кстати, вот я вижу, что надо это Будет открутить на один оборот ее Потому что Колесо вот видно Развал вот слева Справа точнее И слева тоже в отрицательную сторону То есть надо будет открутить Чтобы они вот так Смотрели Вот они в отрицательные Или положительные Короче, вот так Колесо смотрят Немного неправильно Развал сейчас выставлен Потом я это все сделаю Ну давайте начнем с плохой Тогда этого не начнем Уже продолжим с плохой новости Короче, фары вот эти Они бракованные оказались Получается Должны светить два белых стадиона И два красных У меня получилось, что светит Три белых И один красный Я позвонил в магазин Они мне сказали То есть привозим Деньги тебе вернем Ну вот Сейчас у меня вот Старые рычаги остались То есть вот эти красненькие Получается Тут еще вот Новый один Вот даже не один, наверное Ну вот еще новый Вот два новых у меня То есть на них я поездил Совсем чуть-чуть Эти уже потертые Вот эти задние Получается Побитые, потертые Все вот Останутся на запас Может продам Я их не знаю Что с ним сделаю Ставить-то я их уже Навряд ли буду Потому что Как бы если сломается Капролоновые То я, наверное, все равно Будут Капролоновые уже ставить Хотя Капролоновые Не должны, думаю, сломаться Типа они реально крепкие Ну и вот получается Оставалось Вот четыре таких вот Тяги тоже обычные Пластиковые Вот так вот вид Изменился, конечно Так уже посолиднее Стал смотреться И синенький больше Выделяется Чем красненький И вот эти тоже В глаза бросаются Теперь Тяги Рулевые Дифференциал, кстати, еще поменял Теперь нормально Хотя бы это Опять работает Потому что Заклинивало много раз Если это заклинит Я тогда просто его реально Заблокирую И буду на блокированном Вифе ездить Хотя это скажется В худшую сторону На управляемость Что Тут тоже Либо платить деньги Либо уже Жертвовать управляемостью Что тоже не очень хочется Вот так вот смотрится Задний бампер Конечно, хотел поставить фары Чтобы она светилась Я думал, с пульта управляются Оказывается, на бесколлекторной версии Фары с пульта не управляются То есть это С пульта могут управляться Только с коллекторной Хотя здесь вот такой же разъемчик То есть Поэтому я Расстроился Даже если они Вот работали Я тогда просто Поменял их Так как Нельзя Будет Чтобы они работали С пульта Поэтому Я решил их сдать Чтобы деньги Мне вернулись Потому что Смыслами тогда Таких я думал С пульта могу В любой момент Включить Выключить Поэтому Ну, бесфарно Будет ездить Меньше нагрузки На регулятор будет Меньше будет садиться Аккумулятор тогда Ну, и вот Корпус получается От Рокета Наверное, уже Возможно К Северона Будет уже Редко возвращаться Ну, все равно Буду, наверное Переделывать По настроению Все равно Чтобы разнообразие было Привык к одному Сделал другой Так я даже не знаю Как мне больше нравится Наверное, Рокет Он такой широкий Большой, более брутальный И больший Масштаб, кажется Ну, а так В принципе Ну, вес она не прибавила Потому что Как бы тоже Рычагит капралон Тоже пластик Получается Не алюминий Ну, в планах Думаю, возможно Тоже Поставлю Амортизаторы Алюминиевые Здесь, кстати Вот такая проблема То, что Все эти детали Они Очень плохо Совместимы Со стоковыми То есть Надо Резьба Вообще не подходит То есть Надо просто Прокручивать ее Сначала Сомарезик Хотел бы крутить Короче, больше Меньше резьба Чем надо То есть Стандартные болты Что не входит Надо ее Больше делать Чтобы они Не вкрутились Особенно Это касается С этими тягами Это вообще Какое-то Я, наверное, С ними Час возился То есть Два часа Все это устанавливал Рычаги быстро Поставил эти тяги Я еще их с горем С горем Да пополам Установил Особенно Вот тут Спереди Ну что-то Вообще Неудобно Там ставить Они Вообще Сначала Заклинившие Были Не крутились Потом Я их проверну Они сейчас Уже Хотя бы Их можно Регулировать Было Потому что Сначала Думут Устани Типа Не регулируются Так Для красоты Не прислали Их Сейчас Я Они Отклинили Да Это То есть Иногда Долго Лежали У них Претвердели Ну Сейчас В 2000 Вот такой Тюнинг Обошелся Получается 350 Мне вернут Ну и Получается 1900 Тогда Обошелся Мне весь Этот Комплект Вместо Двух Двух Стоп Даже Там 1800 Вот так Получается Это В принципе Того стоило Дифференциал Конечно Не считается У них Вообще Расходник Я так Понял Зас Коллекторная Мотором Эти Дифференциалы Задние Особенно Почему Отходят Каждый раз Задние То есть Передний Вот у меня Стоковый Стоит Это Третий Дифференциал Задние Мене Потому что Пересобирать Я Не буду Его Потому что Я Как-то Пробовал Мне не Получилось Поэтому Я думаю Лучше Покупать Если Это Сломается Уже Там Из Трех Сломанных Думаю Один Целенький Соберу Как это Делать И Соберу Один Целый Вот так Получается У меня Вот это Вот Запас Четырех Рычагов Один Конечно Здесь Клейный Какой Тут Клейный Лежит Тоже Роди Прыгал Вроде Даже Держит Ну Короче Три На Запас Ну И Тяги Если Что С С Дозакажу Типа Сюда Тоже Ну Не знаю В принципе От них толку Большого Нет Нагрузки Нет По Подвеске Думаю Все Алюминий Уже Мне кажется Я не буду Ставить Копровол Новых Рычагов Насколько Я знаю Нет Не Рычагов А Этих Кулаков И Хабов Копровол Новых Нет Бабочки Может Поставлю И Амортизаторы Хотел Я Купить На нее Диски Но Знаете Алюминиевые Кто У кого Есть Рема Хобби Этот Полюбас их Видел Но Они Оказались Не Бэдлоками То есть Если Были Бэдлоками Я бы Купил Так Как Они Оказались Не Бэдлоками То есть Резину Надо Клеить Но Мне Такие Диски Не Нужны Потому Что Я Не Хочу Чтобы Резину Клеить Чуть Мороки То есть Я Вот Это Разобрал Бэдлоками Резину Резина Стерлась Тоже Купил Отдельную Резину И Поставил На Диск Что Вот Всего Геморроя У меня Просто Не Было А Это Отклеивать Заклеивать Туда Еще Плохо Приклеить Чтобы Попадаться Песок Эти Диски Станут Тяжелыми Машина Станет Хуже Ехать И Они Начнут Отклеиваться Короче Гемор Нишний Поэтому Пусть На Пластиковых Есть Это Дисков Что С Китая Заказал С Алика Фиолетовые Болты Это Чисто Прикол Ну Какой Тоже Возможность Терек Будет Проглядываться Ну И Отверточки Заказал Шестигранные На Которые Тоже Будет Обзор Вот Так На Это Видео Подошло Концу Такой Обзор Моего Тюнинга Было Очередного Капров Новые Рычаги Алюминиевые Тяги Подошел Концу Ставьте Лайки Подписывайтесь На канал Всем Удачи И Всем Пока